Все, уезжаем мы из горного Дагестана и едем дальше на море. Смотрите дальше наше путешествие, будет еще много всего интересного. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди у нас опять тучи и, наверное, льет сильный дождь. Сейчас мы попадем, скорее всего, в грозу опять. Каждый день нас настигает гроза. Ну, как-то она здесь быстро проходит, буквально полчаса, и дождь пролил, и все. Мы уже два раза так попадали. На Гамсутль, когда поднимались, переждали грозу. И вчера, когда на Кардакскую тиснину ходили, мы прямо в ней оказались во время грозы. Ну, там хорошо, мы прятались за камнями, нас не намочило даже совсем. По прогнозу, на Каспийском море должно быть солнце. Так что мы едем в тепло и в солнечное море. Попали мы все-таки в грозу. Еще по такой дороге с горы обсыпаются камни, текут ручьи, огромные лужи. Серпантин, короче, жуть. Нам еще ехать 100 километров. Ну да, прям река стекает с горы. Вот прям реки по дороге льются. Тут вообще ничего не видно. Жуть. Вон оттуда прям течет река на трассу. Залило здесь конкретно, сильный дождь прошел. Вот такие дагестанские дороги. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот так. Фу, выехали на пригорок. Вот, говорите, краснодарский край заливает. Вот, Дагестан не хуже заливает, когда дождь сильный. Попали мы в такую пробку, простояли немножко, из-за сильного ливня затопило мост, вот этот. Здесь некоторое время нельзя было проехать, не пускали, движение было перекрыто. Сейчас мы по нему поедем. Конечно, видишь, он в низеньке находится и все сюда стекает со всех сторон. И с той стороны бурлит все на дороге. Ну да, неплохой тут дождик прошел, прям, смотри. Несло видно тут поток еще какой. Магазины подмыло вон все. Да, вон, где-то подобрали. Здесь вот такое произошло. С улицы вымало камни, мусор. И узкий проезд, машины пускают по очереди. Тут такой ливень прошел, говорят, что вообще ни слов. Потоки воды с гор с камнями, с грязью. Вообще жесть, жестко. Вон, лопатами расчищают дорогу. С гор с мыла. Камни. Вот такие камни намыла, глянь, вообще. Ширенные. Огромные. Тоже дорогу завалило. В общем, вот в такой ливень мы попали. Не зря вчера МЧС нам разослала предупреждение о сильных ливнях. Надо быстрее с гор уматывать. Там потому что на три дня сейчас такие дожди сильные. Переехали мы через перевал. Ехали на гору, на гору. Теперь спускаемся с горы. И пейзаж так резко поменялся. По сравнению с горным Дагестаном, здесь трава уже на горах. Такая желтоватая, не зеленая совсем. Там были зеленые-зеленые такие горы. Травка, луга такие прям. Пастбище для коровок. А здесь уже выгоревшее. Значит, здесь, скорее всего, теплее. Ближе к морю становится. Да, трава вон желтая-желтая прям уже вокруг. Как будто осенью. Гора такая интересная. На ней прям какие-то как маленькие башенки вот там. Как холники. Как специально построено, что ли. Интересно, что это такое. Наконец-то мы доехали до Каспийского моря. И нашли место для отдыха с палаткой. Смотрите, сейчас мы туда подойдем. Это супер. Поднимаемся на барханчик. Тух-тух-тух. И вот оно. Каспийское море. Ура! Первый раз мы на Каспийском море. Класс. А вот это будет наша полянка, на которой мы расположимся с палаткой. Вот такая большая. Здесь видно, люди уже отдыхали. Место для костра есть. И такое место в тенечке классное. Супер! Довольная собака наша бегает. И Каспийское море. Вообще нереальной красоты. Ну что, подходим к Каспийскому морю? Пробуем водичку первый раз. Как она? Ну как? Давай! 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 Ку-ка, Ричев, заплыв. А-а-а, волна. А-а-а, класс! Теплая, вообще теплая. Теплая? А-а-а, волна. Класс, вода теплая-теплая. Супер! Давай, что-нибудь купаться. Опа! Занырнул. Заходи. Заходи купаться, скорей. Скорей купаться. Заходи. Нравится? Классно? Нет. Шорты, Влад, шорты поднимай. Влад, шорты! Шорты. Ну, закати. Все, скажи, супер, да, Лич? Ура, ты на куполке. Все, мы довольны. Сейчас будем ставить наш лагерь, делать палаточки, кушать и купаться. Да? Да. Пошли. В обратно. А, вон там наш лагерь, вон в тех деревцах. Ну что ты, морской царь, ты нам палатку поставил? Какая палатка? Кресло поставил, да. Ну, класс. Море, как у нас в Новотроицком. Теплое. Вообще обалденное. Чистое? Чистое. Хочу окунуться. И я хочу. Всем доброе утро с Каспийского моря, из Дагестана. Мы сегодня проснулись и уже на Каспийском море. Вчера вечером приехали, нашли место для лагеря, обосновались, отдохнули. А сегодня будем целый день отдыхать и купаться. И смотрите, какой наш лагерь и какое море. Вот наш лагерь. Такая полянка у нас. Мы поставили две палатки. Здесь у нас кухонная зона. Для посуды, для всего, что нужно. Хорошее место очень. И вот здесь у нас море уже. Вон там мы купаемся. Как видите, сейчас 10 утра. И это пляж Каспийского моря. Мы здесь одни, вообще одни. Никого нет. Полностью пустой пляж. Хотя бы там гостиницы какие-то. Там вот несколько человек купаются. Но вот здесь никогошечки нет. Это вам не Черное море. Не Азовское. И не Крым даже. Это Каспийское море. Мы, правда, такого не ожидали. Мы думали, что людей тут будет полно. Но с палатками мы здесь стоим одни. Вот, никого нет вокруг. Вот такой вот берег. Волны немножко на море. Ветерок поднялся. Но море все равно очень теплое. У нас вечер. Закат на Каспийском море. Самое интересное, что закат на Каспийском море в другой стороне, не как на Черном. Солнышко уходит в горы. А встает, наоборот, в море. То есть рассвет здесь можно встречать в море. А закат в горах. Все наоборот. И солнце ходит по кругу не через море, как на Черном море, а сзади нас. Вот такая вот особенность. В общем, все наоборот. Мы сегодня целый день отдыхали. Сделали себе разгрузочный день отдыхательный после гор. Потому что за неделю, пока мы по горам каждый день экскурсии проводили, очень устали. Сегодня вот ничего не делали. Просто купались, отдыхали и валялись в палатках. Сейчас вечером решили пожарить шашлыки. И вот он наш практически безлюдный пляж. Там он вдалеке. Дети играют в волейбол. Там какой-то детский лагерь. Они вечером выходят в волейбол и поиграть, и утром купаться. В принципе, они далеко от нас и ничем не мешают. Ну, а в эту сторону вообще никого нет. То есть пляж чисто наш. Пляж и Каспийское море. Пляжное Каспийское море, кстати, такой вот песочек мелкий. С ракушками крупными. Очень мягенький и приятный. Вот такие крупные ракушки здесь. А здесь вот такой желтенький песочек миленький. И на дне тоже песочек. Глубина медленно нарастает. Довольно-таки удобно купаться. И море чистое. Вот даже сегодня немножко волнуется. Но песок такой тяжелый. И грязи сверху нет. Вода прозрачная. И оно, кстати, не сильно соленое. Не как Черное море или Азовское. Еле-еле соленоватое. Можно сказать, практически пресное. И что удивительно? Нет, медуз вообще. Ни одной медузы мы не встретили. Рыбок видели, а вот медуз нет. Вот так вот. Вот такая у нас здесь красота. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова